здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и это видео я решила сделать ввиду того что после двух видео которые я сделала по блиновской мне поступают разного рода информационные материалы и ну просто уже сейчас их накопилось такое количество что оставить это все не замечено было невозможно кроме того в опросе вы проголосовали все-таки за этот разбор поэтому получаете что называется значит в этом видео я отвечу на пять вопросов первое почему у блиновской все сводится к сексу второе ее мотивы поведения третье мы разберемся с ее мужем что же там зарыто там тоже много чего есть кроме того но это уже в конце я думаю что я расскажу свое мнение по поводу черного пиара просто мне поступает много таких сообщений ну вот обратной связи от вас и многие из вас говорят что она правильно сделала таким образом раскачала свой маятник и сейчас пожинает плоды но я все-таки развею это утверждение и это сделаю я думаю в конце ну и пятым пунктом я дам вам литературу по которой в общем-то все ее марафоны сделаны крайне нелепо судя по отзывам ну вот я смотрела крайний раз это обзор от кати коносова если хотите понять что там в этих марафонах то не лезьте в эти покупки не несите ей деньги тем более как вот я чем больше разбираюсь в этой личности тем больше я понимаю насколько здесь вообще все плохо и запущено да еще по образованию там у меня будут некоторые вопросы я развенчаю даже официальные данные которые она везде указывает по поводу ее высшего образования и все это будет естественно сделано на основе всего что вы мне прислали и в общем то мне даже ничего не пришлось особо делать самой я просто собрала это в кучу и сейчас вам это покажу ну что погнали что называется и так значит сейчас секундочку первый фрагмент себя уменьшу а то у меня наполеоновские замашки прям на весь экран а да а значит давайте включаю первый фрагмент так что так лет меня мужик утащил угрожал ножом уже заточил в подъезд это было вот и самое интересное что я сейчас помню что мои родители в этот день клеили обои то есть мы только заехали в свою квартиру и меня не научили не доверять я доверяла всем мы жили в деревне там не было вообще угрозы я вышла на улицу вечером и у меня не было такого что я кому-то должна не доверять и брат не хотел идти домой я что-то с ним разругалась расплакалась пошла на угол ну там с друзьями тоже с новыми какие-то мальчишки вот я стояла плакала на углу дома очень хорошо помню это место очень хорошо помню что со мной происходило это чисто моя память то есть это мне никто не рассказывал ну понятно там никому не рассказать ну вот и подошел мужчина ко мне с пирожком я с тех пор не люблю пирожки с капустой у меня на них просто аллергия ну не прямом смысле и он дает мне этот пирожок называет меня именем оля и говорит пошли домой олечка вот и я думаю наверное дядя перепутал моё имя просто так то как бы у меня мой зовет но вот не было этого совершенно никаких защит вообще вот я с ним пошла реву он еще меня утешает ну в таком уязвимом состоянии подошел я этот пирог ем вот и бог уберет ну вот обратите внимание она поправляет волосы в начале там когда она говорила о том что с мальчиками дружила а да для нее это тоже признак статуса да вот всегда когда она поправляет волосы обращайте внимание это значит что она как бы хвастается да но у нее такой жест жест этот жест он даже у собчак постоянно поэтому если захотите можете пересматривать это вот видео мне прислала одна из подписчиц я просто зацепилась это просто потрясающий кладезь информации несмотря на то что это было все вот там целый документальный фильм довольно комплементарно все сделано но там столько информации можно было получить и вот здесь вот смотрите дальше идет пауза вот это тоже признак волнения у меня конечно стояла женщина у подъезда в которую он меня повел но на руках я помню как у меня уже угрожал то чтобы я поняла что что-то не так он уже начинает применять вот эту силу чтобы меня тащить я ему говорю что а вот как раз где я поняла что меня не в ту сторону видео вот ну и женщина это увидела сказала что отпусти ее как говорит мама она потом пришла за мной ну то есть я бежала домой она пришла за мной рассказала все но вот здесь вот концовка истории меня немножечко смущает это безусловно вот вы знаете здесь к сожалению это не для осуждения ни в коем случае я понимаю ну вот жертва насилия часто себя сама обвиняет и вот здесь вот видно что что-то произошло да о чем она не хочет сейчас говорить и в общем то не будем на этом настаивать не будем это ворошить просто это было вот в открытом доступе да и но вот этот момент по поводу насилия дело в том что вот у юли кремлевой я пересмотрела ее разбор и вы знаете она там предположила один ну вот этот вот факт который в общем то ничем как бы не подтверждается да но давайте посмотрим как она это предположила я у нее вчера после того как вот это нашла я спросила а юля ты знаешь что это на самом деле было она сказала нет я не знаю но карта говорит об этом то марс но это планета секса физического секса а значит елена даже если у нее не было изнасилования какого-то в детстве там в юности то она как минимум неудовлетворенная женщина вот почему я сказала что мне просто хочется ее одеть в латекс и дать ей хлыст вот она вот знаете такая садо маза истинное наслаждение в сексе я боюсь она испытывать не умеет вот она умеет испытывать наслаждение может быть через секс боль через знаете там некоторым удушение нравится такие игры в полицейских нравятся и так далее развивать эту тему на канале youtube я не буду потому что youtube не приветствует такие вещи но делайте выводы об этом человеке с точки зрения секса сами а да здесь я ни в коем случае не осуждаю какую-то детскую травму я просто сейчас попыталась собрать воедино то что я получила из разных источников и мы с вами помним как елена на и на своем интервью все сводит именно к половым органам там но вот вспоминает цитаты про половые органы сводит вопросы к трусам да то есть вот этот пунктик у нее все-таки присутствует да и этот пункт и она это проговаривала да это травма безусловно она есть и сейчас она об этом рассказывает вот в этом ну вот в этом моменте которые мы с вами посмотрели она действительно это с болью рассказывает она до сих пор этим живет она до сих пор это не переработала то есть мы видим на лицо детскую психологическую травму да здесь речь не о том что ну скажем многие жертвы насилия не решаются взглянуть своему страху в течение всей жизни и это накладывает на ну огромный отпечаток на всю жизнь человека да это ломает человека но здесь речь идет не о простом человеке да а а человеке который ведет за собой людей которым он помогает исполнять желание и здесь хотелось бы чтобы этот человек был как можно более проработанным как можно более светлым да ну то есть это все таки вот в этом случае на надо все таки елене заняться собственным психологическим здоровьем и это боль в ней до сих пор живет да она кое-что сгладила вот в своем рассказе и не будем к ней за это придираться потому что ну мы понимаем насколько это больно насколько это страшно и не надо нам это рассказывать это надо рассказать психоаналитику и решить этот вопрос раз и навсегда а только после этого браться за какие-то марафоны желаний и работу с другими людьми понимаете она вот этот вот надломленный стержень она вкладывает во все что она делает сейчас это вот этот вот след он идет по всей ее жизни и вот это как бы я посчитала что надо вам показать потому что действительно это очень важный момент это ну вот хотелось бы чтобы она это проработала и возможно она по-другому как-то будет уже и на мир смотреть и так далее но это конечно же ее дело но только до тех пор пока она не несет свои знания что называется в мир а вот здесь уже идет большущая ответственность которую она на себя брать не имеет права это первое первый вопрос который мысль ну я обещала вам объяснить да вот это вот дальше опять-таки опираясь на это видео которое мне прислала подписчица спасибо вам огромное за то что вы просто но и вообще вот я обращаюсь ко всем к вам если у вас есть какие-то материалы интересные присылайте мне я с удовольствием их изучаю и часто нахожу там такие потрясающие знания да такие потрясающие находки такие вот элементы которых мне не хватает и вот здесь вот еще один момент который наложил на жизнь елены неизгладимы вообще рубец и то что до сих пор в ней не проработано давайте смотреть какими были ребенком мама говорит что 12 лет я была скромной и в какой-то момент примерно вот с этого возраста лет с 12 папа мне начал говорить что я некрасивая но я это по крайней мере слышала может он немного другого говорил но я зацепилась за это и я не понимала вот видите она конечно же до сих пор об этом говорит с болью с грустью и опять поправила волосы но полюбуйтесь мной ну разве я не красивая говорит ее лицо да при этом на лице опять печаль напряжен подбородок то есть перед нами человек у которого так много проблем да и ни в коем случае здесь я не осуждаю ее как человека я здесь осуждаю ее как человека специалиста который несет свои знания людям то есть получается что ну вот такие вот банальные просто вопросы которые обязательно надо проработать ли ну перед тем как идти и нести свои знания и соответственно исходя из этой боли которую она ну не проработала до вся ее жизнь выстраивается именно так чтобы доказать папе да и давайте посмотрим как же она доказывает она всю жизнь доказывает папе бессознательно она не понимает почему ей хочется почему она такая выскочка но она всю жизнь доказывает папе что я хорошая давайте смотреть биографии блиновска был конкурс миссис ярославль а чуть позже она становится одной из двух победительниц миссис россия почему в тот год победительниц вдруг стало две никому не известно ответ один на визуализировали да нет здесь как раз ответ очень даже известен нам с вами просто занесли денег явно потому что ну как бы внешне я бы не сказала что она прям супер красавица да даже при том что да безусловно она хорошие стилисты хорошие фотографии она умеет себя показать но она не такая уж красавица чтобы побеждать в конкурсе красоты это понятно поэтому ну здесь как бы мы с вами все понимаем ей нужно было это для статуса дает и второе доказать папе но не знаю осознает ли она это но эта боль в ней до сих пор вот то с каким с какой печалью она это проговорила да я вижу что тут скрыто очень много я подарила министру культуры три подарка символизирующий город кстати министру культуры и отталкивает локтем что-то там не очень хорошо она к нему относится это символ из дерева медведя картину нашей беседки ярославской потому что такое на символичное место и я говорю что если вы попадете наш город вы обязательно узнаете он сказал что я повешу себя в кабинете первым делом прихватил когда уходил с этого мероприятия нужно было сделать творческий не творческий а просто сувенир для жюри вот тогда я предложил вывести корову ярославской породы которая во всей россии является одной из самых распространенных и популярен молочной коровы и для нее это не было шоком она была готова вытащить корову и подарить ее судьям конечно же жюри могли бы как-то очень неоднозначно воспринять но это был смелый поступок не упираться рогами как телочка тогда но довести до какого-то окончательного решений надо выражение такое еще у этого нее сотрудник он или кто не упираться рогами как телочка да в общем то тоже очень интересно вот еще момент по поводу того что ну доказывание да она изо всех сил старается доказывать доказывать что она не такая уж некрасивая как назвал ее папа давайте дальше смотреть а почему вам так важно нравится многим хороший вопрос видите как это ним но у нее нет ответа на этот вопрос просто ответ скрыт глубоко в бессознательном для этого нужен хороший психоаналитик поэтому она не понимает почему и это надо и здесь она опять берет оборонительную позицию да она находит ответ но она пока ищет ответы смотрите как она это делает этот вопрос простой казалось бы вопрос на который проработанный человек сразу бы ответил да ему бы не пришлось так долго думать и перед переходить куда-то а ей пришлось об этом думать потому что для нее это из области неосознанного и из области не проработанного из области темных каких-то пятен ее бессознательного поэтому вот такой вот такая реакция почему мне так важно нравится многим видите вот прям проговорила тот же самый вопрос для чего это делается да для того чтобы оттянуть момент ответа да вот это сначала пауза потом повторение того же самого вопроса потом еще сейчас будет пауза кстати вот у меня под видео есть курс манипуляции вот там вот тоже я рассказываю как можно уходить от ответов да вот это вот один из способов переспрашивание этого вопроса а почему вы решили что мне это важно а теперь уже с чего вы вообще это взяли да но и это было бы уместно если бы без паузы было да если бы это действительно не было важно она бы сразу сказала слушать а с чего вообще это взяли да а здесь получается ей пришлось сначала долго подумать переработать да и тут она попыталась свести это на шутку да и вот эта шутка сама с собой откуда еще стремятся собрать крокус это скорее на видите вот этот театральный вздох кстати не только ксении досталось с этим молчанием потому что я это интервью смотрела там тоже столько пауз было она просто любит паузы делать она думает что очень многозначительно добавляет себе значимости вот этими вот паузами но на самом деле конечно я думаю что немножко притормаживает с ответами потому что много много темных пятен в ее бессознательном понимаете вот стоит дотронуться к этим пятнам сразу у нее какие-то реакции совершенно нездорового психически человека поэтому вот такие вот реакции такие паузы да вот она нашла такой способ добавлять себе значимости в этой в этом живет как-то ей кажется что это выглядит довольно интересно и уместно наверное какая-то такая вот артистичность браво 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 она даже слова не знает как назвать вот эту свою еще это харизма называется если что мог можно назвать это харизмой да ну да безусловно человек который ну в общем то смог быть услышанным да действительно обладает какой-то харизмой но она даже вот понимаете она путается в простых вещах да и вопросительная интонация как я правильно сказала то есть человек который несет свои знания он должен быть на тысячу процентов уверен в своей вообще в своем предназначении в своем продукте в своих вообще возможностях но здесь перед нами человек абсолютно плавающий даже в простых понятиях и вот этим много вот эти огромные паузы говорят о том что она она растеряна она не знает что сказать она во мне не как чистый талант актера который снимается в кино или в театре а вот я скорее из тех кто переигрывает но вода высказалась конечно в своем стиле получается да безусловно что можно сказать да просто она не может признать себе и окружающим что она просто бесталантная выскочка которая захотелось доказать папе что она чего-то знать что-то значит да что она может что-то сделать да безусловно она может она неплохой маркетолог я не скажу что это гениальный просто это скорее работа просто команды до трудоспособность до умение выступать на публике вот в общем то и все качество ну и наглость в общем то наглость большей степени вот эти вот выходки это признак больше наглости но перед нами человек с большим ртом вы отлично понимаете что это действительно стратегия большеротова ухватить побольше кусок а там получится не получится переживать главное ввязаться в драку а дальше как пойдет как сказал наполеон и мне вот кто-то кто-то из подписчиков написал что оказывается она еще и поэтому по соционике наполеон да действительно чистейший наполеон да но в ее поведении вот это просто не ну я конечно тоже был одет такая про большеротых высказываясь но действительно большеротые во всей своей красе и это понятно кондиционер а то прям сильно дует да так вот все таки перед нами большеротый человек которому и как это воровать так миллион иметь так королеву да вот 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 это вот как раз из ее поведение понятно да что касается ее мужа давайте посмотрим что же там такое да вот она так много о нем говорит очень интересно давайте посмотрим но то чем он болеет чем он живет чем он фанатеет это рыбная история это его рыбный бизнес в который очень много вкладывается сил в котором очень много идет экспериментов разные у него озера и где-то это одна история эта рыба выращивается долго там есть пробы ошибки там есть много всего то есть эта история в которой прям нужно жить болеть ей а вот это его рыбный бизнес да и там классный рост и очень большой потенциал но вот видите как она говорит про классный рост но не говорят с таким лицом про классный рост и про потенциал взгляд вверх говорит о том что ну в принципе я предполагаю может быть но думаю что вряд ли да да дальше идет смотрите посмотрела вверх подбородок отвращение чуть-чуть да ну то есть да нет нет там не так такого прям классного роста нет там ничего из того что она озвучивает я думаю что оба сейчас хорошо живут с марафонов именно или еще с какого-то бизнеса но по крайней мере не с этого рыбного по крайней мере не с того который указан во всех документах сейчас мы к этому перейдем видите нет плеч видите вот качает головой нет плечом пожимает из него уже как дочка этот ресторанный бизнес и эта сеть как фастфуда ну стритфуда тоже рыбная как называется до косминог вот они сейчас как раз открыли франшизу сейчас сочи у них пошло в общем продвигают и ресторан но это как раз находится ресторан в красноярске очень классный и в ресторане считается в россии самое тяжело вообще самая конкурирующая среда в ресторанном бизнесе самая ресторан вообще в супертопе туда ходит мэр туда ходит вообще ну то есть обалденно я туда летаю прям с удовольствием чтобы только покушать да конечно красиво это все рассказывает но насчет успешности бизнеса она явно преувеличивает кроме того одна из моих подписчиц опять прислала мне вот такие материалы вы сможете поставить на паузу изучить вот эти материалы если кому-то интересно более подробно я могу переслать все эти материалы ну то есть получается вот сейчас я перекрыла немножко как вот алексей владимирович блиновский он имеет отношение к этим фирмам а и что здесь я хотела показать ну насчет успешности его рыбного бизнеса а значит что мы здесь видим о рыбная история минус 31 миллион дохода то есть это убыток а дальше здесь у нас что минус 135 тысяч дальше минус 278 дальше минус не пойму тут миллион или 1055 ну то есть вот опять минус да дальше но если вам вы захотите более подробно все это изучить то пожалуйста можете поставить на паузу потом и все цифры все данные посмотреть а значит вот еще фирма то есть 7 фирм которые мне прислали и здесь прибыль вот я не пойму 3720 или 3 миллиона 720 ну и здесь какие-то цифры а вот вот здесь все таки цифры какие то есть по о алмаз ну вот получила так что то в общем кто разбирается в этом но я думаю не очень не шибко успешный бизнес да у ее мужа кроме того ее муж ну вот вы можете найти мне прислала еще одна подписчица вот переписку какую-то screen переписки не знаю стоит ли этому верить вот на вот этом аккаунте вы можете посмотреть да вот там подписаться в инстаграм и посмотреть что там ну вот мне рекомендовали туда зайти вот чисто вот этот screen мне прислали я решила с вами поделиться если захотите опять поставите на паузу перечитаете это все если возможно надеюсь возможно но ходят ходят скрины переписок где он там гуляет по черному там признается в любви потом как-то нужен этим эскортницам потом как-то так ну в общем тоже там какая-то мутная история и кстати у юли блиновой у юли кремлевых я прошу прощения на ее канале скоро выйдет видео я его уже посмотрела как у меня эксклюзивный показ и там она тоже говорит о том что он очень красиво умеет заметать следы явно это делает да безусловно что касается их совместимости но судя по тому как говорит юля в общем то там она есть и слава богу хоть в этом хорошо да ну вот что касается его порядочности в том что но у него там успешный бизнес и что он ей все оставит и так далее и тому подобное но блажен кто верует как говорится потому что я думаю что если они возьмутся разводиться то там будет ну перья полетят и окажется что он делить то нечего с его стороны как минимум потому что там все припрятано и там все показывает он убыток да кроме того у него тампон я просто сейчас вспоминаю у юли она говорит что сатурна ветроградный это говорит о том что надо все таки в документах хоть какой-то плюс показывать да может он просто делает так что показывает просто убыток да на самом деле там прибыльное что-то но опять-таки это игры такие раз уж разворошили это осиное гнездо то сейчас полетят перья ото всех как говорится до интервью собчак и можешь собирать вещички да да поэтому здесь конечно же вопрос такой по поводу мужа я бы не сказала что это сильное звено в жизни елены к сожалению опять таки ни в коем случае я не злорадствую я просто констатирую факт да значит следующий момент это по поводу мужа до разобрались это был третий момент следующее следующий вопрос по поводу образования все таки давайте посмотрим после девяти классов будущая звезда идет учиться в строительный техникум ярославле вариантов было немного в техникуме учились после девятого класса у меня не было желания тратить время хотел уже получить специально как все парнишки парни как все девчонки пытались взрослеть быстрее и мы пошли в один техникум то в то время ярославский строительный техникум назывался сейчас городостроительный колледж он в принципе в ярославле самый престижный средний образование в чем плюс был за год мы проходили два класса 10 11 вы часто говорите о своих многочисленных образованиях давайте попробуем сейчас смотрите как она реагирует на этот вопрос у нее опять печаль сглатывает и застывает видите а удрученно вообще кивает да и вот это сглатывание то есть волнение на этом пунктике у нее есть что скрывать и очень даже сильно что скрывать перечислить если не все это какие-то основные то не которыми вы не данной стратегии видите сразу перевела сразу прервала до сразу закрывает эту тему почему потому что эта тема туда лучше не копать потому что весь светлый образ елены блиновской разрушился бы уже там интервью все-таки планировалось как комплементарная но журналисты молодцы несмотря на то что как бы это все в хорошем ракурсе там видимо были какие-то договоренности все-таки докапываются задают вопросы которые действительно требуют того чтобы быть заданными и дальше пошло бла-бла но самое главное это бла-бла ну вот там про стратегию она нам сейчас будет говорить но с каким лицом на это обратите внимание потому что стратегия предполагает работу челюсти понимаете вот стратегия это движение вперед это захватническая деятельность вот если я говорю о чем-то что я делают именно для своего имиджа для своего продвижения я буду у меня челюсть пойдет вперед а вовсе не лоб лоб это упрямство это саботирование да это я я вам ничего не скажу я буду стоять я упрусь рогами я не буду ничего вам говорить потому что дальше позади меня москва что называется да вот я не могу пропустить если вы пройдете туда то вы наруете там самое страшное что я оберегаю как зеницу ока и вот здесь вот ее поведение сразу говорит о том что она скрывает прям скрывает этот под угрозой вообще смерти для нее эта информация а почему сейчас мы выясним это моя стратегия не обкладываться дипломами не перечислять все свои к если вы не заметили нигде не перечисляю части но при этом она перечисляет все свои заслуги да вот эти машины там квартире ну в общем причем там кстати я нашла в интернете еще если хотите найду ссылку там еще какое-то издание собеседник что ли разобрались что там на самом деле она не такая уж богатая все это понты но получается что она изо всех сил создает картинку до успешного успеха но вот это у нее за семью печатями казалось бы это как раз работала бы если бы она была задачна именно продвижением своего бренда то она бы впереди планеты все это несла да я уже в предыдущих разборах это сказала да а здесь получается она это прячет почему потому что здесь есть что прятать ты стратегии я даже не хочу до конца раскрывать это касается хайпа ну честно то есть это привлекать ко мне внимание если бы я просто была понятной то как бы от ночи они говорить а тут это повод но тут действительно а не говорить после техникума лена устроилась работать бухгалтером завела отношения которые кончились измены бойфренда горевать перестала в ярославском ночном клубе там же встретила будущего мужа ну в общем здесь понимаете если бы речь шла об образовании которое она получала после техникума да вот она пошла в техникум в техникуме она отучилась потом она пошла работать бухгалтером там не сказали вот в этом фрагменте не сказали что она пошла учиться в институт да это вот пожалуйста заметьте то есть это скажем этот документальный фильм он был сделан вот именно как довольно комплиментарно вот я ссылочку на него найду и положу под видео чтобы вы могли на него тоже посмотреть ну то есть там все сделано так что какая замечательная елена блиновская и сглаживание углов просто я на нашла какие-то моменты к которым докапываюсь как-то старушка шпакляк вы помните да но вот если бы там был пункт следующий что она пошла учиться вот в это заведение сейчас бы не сказали вот пожалуйста значит образование экономическое значит по 99 год строительный техникум с 2000 по 2003 ярославский государственный университет демидова так вот если бы она пошла учиться дальше то сейчас бы в этом фильме точно это упомянули бы понимаете в чем фишка то есть она это бы не выпустила без этой информации она ну явно там прикладывала руку к тому чтобы создали ее такой вот хороший образ в этом фильме но если вы посмотрите вы поймете о чем я говорю потому что фильм вообще-то вот вот именно в этом ракурсе был снят да получается что не упоминание об этом говорит о том что этого просто не было понимаете она просто тупо пошла работать бухгалтером вот и все ее экономическое образование понимаете и я зашла вот на сайт этого института университета я посмотрела сколько длится обучение на сегодняшний день минимальное обучение вот на очной форме длится четыре года раньше обучение было больше там нормативные акты вот если он прям скрин приведу вот пожалуйста я зашла это из этого института прям и вот нормативные акты уже после того периода когда она якобы училась до этого учились дольше после техникума люди учатся пять лет или шесть вот это было раньше вот когда она училась сейчас это может быть сократилось немного до получается что минимум четыре года она должна была учиться здесь это если научным если на заочном то минимум пять лет она должна была здесь учиться но здесь у нас указано с 2000 по 2003 как-то экстерном да она наверное гений ну будем будем считать что действительно она гений и я на нее наговариваю если уж на то пошло да если кто-то найдется из ее приверженцев не верящих потому что здесь написано да поэтому делайте пожалуйста выводы сами до училась ли она в этом университете я думаю что вряд ли она там училась тем более ну как бы ребят ну если хотя бы года года ну хотя бы по 2004 напишите и уже будет больше доверие к этому да здесь получается что абсолютно нет никакого доверия к этому да и конечно же она начала работать бухгалтером вот я еще одну выдержку из очередной как бы википедии из очередной ее статьи выписала вот сейчас вам прочитаю карьера елены началась с работы бухгалтером проработав в компании короткий срок она поняла что выбрала не ту специализацию поскольку ее не привлекала перспектива всю жизнь провести в тесном кабинете за подсчетом цифр то есть получается что после техникума как мы уже поняли она пошла бухгалтером работать и она не пошла в институт вот про институт здесь тоже ничего не сказано понимаете вот не в одной статье не в одном источнике нет ничего про институт есть просто про техникум да а про это нет работая дома елена увлеклась практиками изучала книги по психологии и смотрела видеоролики на тему личностного роста а когда поняла что получила достаточно знаний стала разрабатывать со собственную методику которой впоследствии воспользовались тысячи людей при этом женщина не спешила называть себя психологом но естественно вообще браво а вместо этого стала делиться с другими тем что помогло ей обрести себя и стать счастливой на самом деле она умалчивала про ночной клуб например где она встретила будущего мужа тогда уж пошло это я пытаюсь шутить конечно да значит понимаете что института там нет вот и все что я хотела сказать поэтому образование елены это технику дальше по поводу ее знакомства с известными людьми да у джо диспенза она там где-то утверждает что она с ним лично знакома он назвал ее экспертом номер один и вот пожалуйста кто-то не поленился и она официальную страничку этого диспенза написал по поводу елены блиновской значит на что был получен ответ елена была на семинарах джо диспенза . дальше вот вопросы идут ну вот здесь вот правда вырезано что джо диспенза так признает ее номером один в россии в теме так исполнение желаний на что был получен ответ опять таки в переписке но это с официальной страничке джо диспенза здравствуйте без комментариев у каждого есть право сочинять про себя истории которые кажутся им правдоподобными вот как очень уклончиво сказали с официальной страничке джо диспенза причем это не просто сказали вот как я думаю вот они сначала не ответили они сначала проверили данные вот когда был получен ответ они написали здравствуйте мы вам ответим в ближайшее время потом проходит время они узнают уточняют да и дальше уже отвечают то что вот она была видимо посмотрели по базам да действительно она посетила семинар она была одной из там я не знаю 5000 человек посетивших этот его его выступление это значит что я схожу на концерт не знаю там кого-то из своих кумиров да я буду считать что я с ним уже пила кофе и общалась о жизни вот примерно так и получается и везде на своих ресурсах буду указывать что он мой друг вот примерно то же самое делает она и в отношении абсолютно всего мы с вами выясняли ловили ее на лжи по поводу там этих разнообразных учителей которые у нее якобы учились проходили ее марафоны до из мгу ну в общем полный бред она несет весь этот бред нацелен на то чтобы понравиться тупо папе понимаете вот вот все я думаю что вот к этому у нее сводится да конечно очень ну как конечно можно над этим смеяться но это просто больной какой-то человек который нашел себе последователей и вот так вот это просто от ас а то да а значит следующий момент который хотелось вам показать вот тоже интересно когда город блиновска новый кашпировский вам это листит или вас раздражает но видите что ей это не нравится очень не нравится отсаживается делает каменное лицо вот это вот это губами да то есть плюется да ну в плен в том чтобы плеваться она нам продемонстрировала она умеет надо знаете вот такой примат перед нами который вот реагирует вот таким образом поправлять волосы что говорит о том что она считает себя выше кашпировского делает опять многозначительную паузу этом напрягла подбородок ну скорее нейтрально да сейчас нейтрально очень нейтрально первая реакция была вот прям четкая очень негативно ей очень не нравится это сравнение но я воду не заряжаю то что я как-то влияю но я не знаю меня нет ответа ну давайте попробуем все-таки эту больную точку найти вот блиновская новый кашпировский она обманщица она обещает людям золотые горы да я не обещаю я ну как бы браво браво ребят вот кто и еще собрался если вдруг кто-то здесь зашел и думает что можно купить у нее вот этот курс и ваше желание исполнится имейте в виду она не обещает но я пытаюсь об это сейчас искренне пораниться не нахожу неприятно что может быть не верят но это вопрос времени ну да вопрос времени действительно недостаточно народ еще обнищал для того чтобы поверить вот в эту ахинею которую она несет нет я ни в коем случае не сомневаюсь в тех источниках которые она использует кстати по поводу источника вот сейчас надо мной список литературы который она использует в общем то на своих этих вот когда проводят эти марафоны просто возьмите почитайте книги возьмите в интернете эти книги в свободном доступе до или купите себе я не знаю закажите купите в книжном магазине почитайте все больше ничего не надо понимаете там с подружкой организуйтесь и и там контролируйте друг друга вот и все понимаете и не надо нести и там какие-то деньги и обогащать вот это этого человека который ну вы видите что это за человек чем дальше я в это копаю чем больше вы мне материалов присылаете я просто мне волосы дыбом встают насколько это все ну просто чудовищно да поэтому здесь я хочу сказать вот по поводу тех реплик которые прозвучали мне неоднократно от многих людей которых я уважаю и которые разбираются в маркетинге и так далее что он вот сейчас она такую волну подняла и это ее еще выше поднимет да нет как раз вот здесь вот я поспорю дело в том что ну вот если кто-то со мной не согласен пожалуйста в комментарии оставляйте под этим видео мы с вами еще и в комментариях можем поспорить объясню почему дело в том что ее бизнес построен именно на ее репутации которую она изо всех сил строила понимаете вот то что она там изображает из себя высоко образованными леди которая там проработана и так далее а здесь она нам показала насколько она никакая вообще в плане проработки насколько у нее абсолютно нет образования у нее ничего нет для того чтобы быть лидером понимаете и поэтому сейчас она просто разрушила свою репутацию что касается черного пиара да вот сейчас все они и говорят все кому не лень выпустили свои обзоры это здорово это хорошо общество не молчит и на этой волне до какой-то фрик получил бы на этой волне действительно большую популярность он бы поднял свой ценник но тот же никита джигурда например вот такой такую волну он бы с удовольствием использовал он он изо всех сил пыжится но не может да у него нет такого продукта как на волне которого или но вот вот таких вот обстоятельств нет да а здесь как раз вот та волна которая сметет ее бизнес вот и все а потому что без репутации ей никто не понесет даже какие-то там пусть она даже цену снизит или поднимет неважно сейчас ее репутация разрушена понимаете и дальше вот этот бизнес все он больше ну я не знаю это надо вот представьте себе вы все вот кто меня смотрит вы потенциальные покупатели да и если вы видите что вам оказывается товар очень залежалый оказывается он не стоит таких денег да и кто продает продавец у которого там не знаю какое-то заболевание которому вообще нельзя притрагиваться да вы будете покупать там предположим вы хотите купить сыр да и вы видите что у продавца там какие-то прыщи на руках или как бы я лучше пойду у какого-то другого продавца куплю да вот то же самое происходит сейчас и с ее продуктом кто но если только совсем уж человек не разбирается до зайти посмотреть на нее может быть подписчиков у нее больше станет может быть еще что-то но покупать ее продукт явно никто не будет сейчас хотя знаете если сейчас ее бизнес пойдет в гору я тогда просто разочаруюсь можно сказать в здравом смысле наших граждан и подумаю что знаете нас бьют мы летаем да настолько быть терпилами это это не нормально для психики поэтому тем кто у нее будет покупать я бы очень рекомендовала обратиться к психиатрам я думаю потому что ну или как минимум к психологам а да и что касается ее имени да вот казалось бы сейчас черный пиар на волне все они говорят но сейчас я боюсь что ее имя станет скорее именем нарицательным и что касается сравнения с кашпировским то тут все-таки ей я так думаю надо гордиться даже этим потому что он как минимум психиатр с 25-летним стажем прежде чем он вышел на телевидении да он был первым да он делал какие-то вещи не совсем адекватные сейчас уже оглядываясь назад но тогда вся страна ему верила да поэтому надо сравнение с ним в общем то я считаю что это комплимент для елены блиновской ей надо этим как раз гордиться но она думает что она выше кашпировского ну пусть остается в своих иллюзиях и фантазиях а я с вами прощаюсь спасибо вам за внимание не забывайте поставить лайк этому видео не забывайте подписываться на канал шлите мне свои мнения наработки вот то что сейчас я сделала это только благодаря вашим наработкам спасибо вам огромное за то что вы мне присылаете материалы я с огромным удовольствием вообще изучаю это все и очень рада что вы вот здесь все собрались такие думающие умные с вами всегда есть о чем поговорить да и и выслушать ваше мнение спасибо вам огромное за то что вы у меня есть а я есть у вас все люблю вас всех очень сильно пока пока